Приветствую вас дорогие друзья! Мы продолжаем футбольную тему в скульптуре из бивня Мамонта в неповторимой буквальном смысле слова техники совмещения светлого и темного бивня, энциклопедическое название техника 3T, Two Tasks Tones, которая правда еще не внесена в энциклопедию и википедию, как не внесен и мой нескромный вклад в дело резьбы по бивню Мамонта. Уже сделан футбольный мячик и думаю вы уже догадались из названия какой именно выбран вариант трехфигурной футбольной композиции, на которой запечатлены важнейшие компоненты красоты футбола, стремление к победе и дальний силовой удар. Это моя боль. Футбол постепенно утрачивает сильный удар издалека особенно подъемом и теряет от этого для кого-то соль с перцем, для кого-то адреналин. Ну скажем в классической формулировке футбол теряет зрелищность. Остались единицы способные на такой удар. А еще футбол, мужской футбол стал отчасти неприятен, если даже не противен от женского поведения на поле мужчин. Негоже мужикам корчиться и плакать, симулировать боль, выцарапывать из потяжка глаза сопернику. Представьте такие эпизоды в хоккее. Я не представляю. Раньше такого не было, а теперь это норма. Я бы назвал такие проявления на поле женской слабостью. Ну ведь женщины обидятся. Эмансипация. Женщины больше не хотят быть слабыми. И тоже поднимают штангу, занимаются кикбоксингом, играют в хоккей, в футбол. И потом я уже делал одну трехфигурную композицию о мужском футболе. В общем я решил сделать женскую футбольную тройку, потому что продолжаю любить футбол и продолжаю любить женщин, особенно в движении. А плач и различного рода симуляции нельзя отнести к женским недостаткам. И не вызывают такой неприязни, как в мужском футболе. Не пугайтесь. Когда мои дети были маленькими, смотрели мультики и детские фильмы, там всегда были плохие герои, которые угрожали хорошим. Я им говорил, не бойтесь, это все нарисовано. Так что это расчлененка, пусть вас не пугает. Заготовок много, около 30 штук, белых и коричневых. Часть заготовок, которая не вызывала вопросы из светлого бивня, уже распилена в большой мастерской на корвете 34. Там не было ничего интересного, на камеру я не снимал. А коричневые заготовки, которые требуют тщательного расчета, я буду делать здесь, на балконе. И сегодня я решил провести небольшой эксперимент. Это кусочки, куски, я бы сказал, драгоценного коричневого материала. Часть уже из них порезана, распущена. Это был большой бивень 10-килограммовый. Из него я буду делать руки и ноги и головы для композиции. И сейчас я их попытаюсь распустить, как говорил Гайца, в несвойственной мне манере. Так получилось, что в отверстие для мусорного кулька как раз проходит, как его назвать, хобот. Нет, морда моего электролупзика. Я думаю, он не обидится. Собаки же верные друзья наши не обижаются. И он тоже верный друг. Попробуем, как он будет пилить кость в таком стационарном состоянии. Нет, лучше в закрепленном. Стационарное прикликается с больницей, а сегодня у нас эта тема печальная. Особенно с новым начальством. Помните, как у Гоголя? С тех пор, как я принял начальство, может быть, вам покажется даже невероятным. Все как мухи выздоравливают. Намордник ложится, наморд, ладно, на лицо, обветренное, исполосованное шрамами, лицо электролупзика сверху и притягивается одним винтом. А всю систему прикручиваем двумя шурупами плоскости рабочего отсека. Выставляем положение пилки более-менее перпендикулярным. Попробуем сначала на кусочки. Он работает у меня испытателем с незапамятных времен. Поэтому уже меньше половины осталось. Но он еще бодрый, полон планов. Маленький зарез на нем, если вы видите, это я уже экспериментировал на колене. Неудобно, конечно. А вот теперь вполне приемлемо. Наступает момент истины. Пробуем пилить довольно толстый кусок. Относительно толстый. У каждого свои мерки по этому поводу. Но для этой пилки это предельно откормленный фрагмент. Я, безусловно, видел в интернете неоднократно, как таким же образом пилят дощечки. У бивня в этом плане есть свои преимущества и свои недостатки. Преимущество в том, что он твердый и однородный. Деревяшка чуть расщепилась и ее тут же подбрасывают. В руках не удержишь, если маленькая. С бивнем это тоже может происходить, но, скорее всего, только на выходе пилы. Но в бивне могут быть большие внутренние напряжения. Он может очень быстро деформироваться и приклинить пилку. Что тоже приведет к подбрасыванию. Поэтому пилим осторожно и пытаемся постоянно расширять рез такими двойными запилами. Вот ожидаемый бросок. Нужно, видимо, или сильнее прижимать в конце, или не допиливать 1-2 мм. Каждый отпиленный кусочек коричневого бивня нужно тщательно очистить, чтобы увидеть все его дефекты. Я исследовал этот кусочек. Вот есть трещинка. Вот так вот она откалывается. И есть вот такая радиальная. Тоже она неглубокая. То есть из него должна получиться голова с прической. Все как было задумано. Попробуем более длинную пилку. У нее зуб крупнее, пилит не так мягко. Поэтому снова поставил короткую пилку с мелким зубом для металла. Лучше немного не допилю, а потом молоточком. И никуда она не денется. Пиление вдоль заготовки менее комфортно, чем поперек. Как и в дереве, видимо. Заготовку трясет. Но тут еще и размер небольшой держать трудно. Так, с лобзиком пока заканчиваем. Поблагодарим его и отпустим в дом пенсионеров. Пусть отдыхает. А я хочу сейчас проверить, что быстрее и удобнее. Лобзик или обычная ножовка. Первое, что бросается в глаза, тиски для такой нагрузки хлипковато закреплены. Там два винта и два штифта. Вроде все правильно. Но при таком плече от места приложения силы до штифтов сказывается то, что штифты входят в ДСП и разбалтываются в нем. То есть нужны металлические втулочки, а главное более широкий кронштейн, чтобы разнести на большее расстояние штифты. Тут полотно уже изношенное. Если поставить хорошее, новая скорость распиловки будет такая же, как у лобзика. В тисках, правда, не так удобно крепить, как держать в руках. Но мне очень хотелось попробовать небольшую модернизацию. В целом, я доволен. Вот другой способ разделения заготовки. Когда размеры на пределе и прямым полотном невозможно разделить заготовку так, чтобы обе части остались годными. В этом случае заготовка надрезается по контуру, бором, а затем распиливается ножовкой там, где это возможно, и в конце раскалывается. Либо сразу молотком, либо с помощью стамески и молотка. Первоначальная обработка заготовок мало привлекательна для зрителя. Но скоро из этих бесформенных кусков начнут вырисовываться элементы женских тел. Азартные раскрасневшиеся лица, изящные и выразительные руки, притягательные упругие бедра. Ну, не знаю, сможет ли этим насладиться зритель, поскольку нужно будет получить разрешение на столь интимную видеосъемку у всех трех наших героинь. Заготовки распилены, чем я могу похвастаться. Три корпусные детали. Они выпилены были на корвете, я сделал в большую мастерскую. Также я там сделал нижнюю часть ноги, это там, где гетры и кроссовки. Но, к сожалению, не все можно было сделать на том станке. И коричневые детали в основном я обрабатывал в этой мастерской, потому что нужно думать во время распиловки. Края не очень сложный процесс, потому что это же не какой-то массив. Здесь трещинка, здесь какие-то черные включения. И поэтому не всегда можно прямой пилой, во-первых, распилить. Во-вторых, в процессе возникает изменение маршрута, так сказать. И вы видели, как я делал разными способами, распиливал коричневый обивень. И вот результат. Три головы. Вот головы приблизительно одинаковые у спортсменов. Но, тем не менее, разные куски, потому что здесь есть дефекты, я знаю, что здесь много уйдет. Разные прически и разные вставки. То есть, большая часть шеи с грудью видна, меньшая часть. Это руки, которые выходят из футболки. Самые такие длинные заготовки. И ноги, бедра от трусов до гетер. Вот тоже их 6 штук на 3 спортсменов. И одна небольшая вставочка. Там поднялась футболка и виден кусочек спины. Вот все заготовки готовы. Эта вся композиция будет стоять на подставке, которая тоже уже сделана из костелена. Это такой стадион стилизованный, который будет отлит из бронза. Не знаю, может быть, прямо костелена дам в литье. Он еще немножко его доработать нужно. А может быть, сделаю форму. Потому что если не прольется, тогда все заново надо будет делать. Все заготовки уместились в небольшую коробочку. И это приятно. На этом, дорогие друзья, мы прощаемся. Работа будет продолжена. И я по мере возможности постараюсь освещать этот процесс. А сейчас будьте здоровы и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова